Он говорит, что он не живет, но я знаю, что он. Он как-то слышит, что он не пишет. Мне позвонили на телефон. Хорошо. Ну ты что, мы сфотографировали вас. Сделаем. Да, мы сфотографировали. Где мой телефон? Значит, какая ситуация? Хочешь, что я на интервью? Давай, давай. Значит, какая ситуация? На активистов, которые борются за свои конституционные права, за свое право на жилье, комфортное, безопасное жилье, по Ригуцкому 8, касательно незаконной строительства АЗС. Началось, скажем так, некое давление на активистов в форме рейдерского захвата на их частную собственность квартир по купе документов. На сегодняшний день есть решение суда, которое было на прошлой неделе, что признать полностью и задовольный этот позов в сторону активиста Степана. И аннулировать полностью в силе предыдущей регистрации на квартиру. Но тем не менее, Банди, Банди, это, все равно, так что она все равно принимает и запугивает по телефону и ставит условия, либо квартира, и ты уходишь от протестов. То, что данного активиста выставилась в квартире, да? Выставилась в квартире с утра. А кто сейчас Зарова в квартире находится? Какие-то левые люди. А в квартире прописаны малолетние дети, есть решение суда, которое аннулирует полностью все предыдущие сделки и тому прочее. Вот решили они вот так вот давить на активистов. А скажите, пожалуйста, эти неведомые особи зайшли в квартиру с выполнительной службой? Без выполнительной службы. Без выполнительной службы. Ну, решение суда должно быть... Спортсменами. Спортсменами. Спортсменами Дарнинского района. Да, дякую.